Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Коцов. Рад приветствовать в нашей программе. Сегодня мы рассмотрим следующие сообщения в наших газетах. Плата представителей проголосовала за одобрение законопроекта о помощи экономики США в условиях коронавируса. Стоимость проекта 1 триллион 900 миллиардов долларов. Сенат Конгресса США проголосовал в среду за утверждение кандидатуры Мэрика Гернольдбе на должность нового министра юстиции, он же генеральный прокурор страны, как вы знаете. Террористы могут воспользоваться слабой защищенностью южной границы США и проникнуть на территорию страны. Об этом заявил сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Хакеры получили доступ к данным примерно 150 тысяч камер наблюдения, установленных в больницах, полицейских участках и некоторых компаниях в нескольких странах. Очередная уже шестая по счету бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Коума обвинила его в неподобающем поведении. Мультяшного скунса Пелли Пью убрали из готовящегося сиквела фильма «Спейс Джем». Компания SpaceX получила контракт Пентагона стоимостью более 159 миллионов долларов на запуск двух аппаратов для вооруженных сил США до конца 2023 финансового года. Штат Аляска первым США разрешил вакцинацию от коронавируса для лиц 16-летнего возраста и старше, сообщил губернатор штата Майк Даннельви. В Сан-Франциско, штат Калифорния, пассажирка такси покашляла на водителя и украла его телефон после того, как он попросил прикрыть свое лицо маской. Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка раздала американцам сотни коробок с едой в рамках благотворительной акции «Фермеры для семьи». История о шахматистке Бэт Хармон, ставшей хитом на Netflix, смогу превратить в музикл. Керамическая чаша, которую житель Коннектик окупил на местном блошеном рынке всего за 35 долларов, оказалась артефактом 15-го века. Сегодня она выставлена на торги от 300 до 500 тысяч долларов. Такова изначальная цена лота. Палата представителей проголосовала за одобрение законопроекта о помощи экономики США в условиях коронавируса. Стоимость проекта 1 триллион 900 миллиардов долларов. Пресс-секретарь Белого дома Джан Псаки заявила, что президент США Джо Байден подпишет закон в эту пятницу днем. И принятие законопроекта знаменует собой, как отмечают СМИ, первое крупное законодательное достижение новой администрации Конгресса, который теперь находится под полным контролем демократов с небольшим большинством в Палате представителей и Сенате. С принятием документов американцев ожидают выплаты до 1400 долларов на человека. Средства получат примерно 90% домохозяйств. Также к еженедельному пособию по безработице прибавят 300 долларов. Американским гражданам расширят налоговые льготы на детей до 3600 долларов на каждого ребенка. А малообеспеченным гражданам помогут с арендой платного жилья. Стимулирующие выплаты поступят на банковские счета американцев в течение нескольких дней после подписания законопроекта Байдена. Ранее в марте, напомню, президент США поблагодарил Сенат за принятие закона о мерах по стимулированию экономики на 1 триллион 900 миллиардов долларов. И Байден подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла жизни более полумиллиона американцев, вынудив закрыться более 400 тысяч бизнесов, лишив работы миллиона жителей страны. Предполагается, что пакет помощи в размере почти 2 триллиона долларов пойдет также на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса. При этом республиканцы ранее выступали с инициативой о сокращении помощи с 1 триллиона 900 миллиардов долларов до 600 миллиардов долларов. Этого достаточно для того, чтобы оплатить, в общем-то, американцам вот эти деньги по 1400 долларов. Все остальное это 1 триллион 300 миллиардов долларов. Это, что называется, прочее. По мнению республиканцев, существенная часть выделяемых по плану Байдена денег пойдет на решение проблем, не связанных с восстановлением экономики после пандемии коронавируса. Байден анонсировал американский план спасения 20 января 2021 года. И ряд экономистов называют пакет стимулирующих мер слишком масштабным. И опасаются, что его принятие может привести, что называется, к перегреву экономики. Их озабоченность понятна, и, кстати, ее разделяют многие республиканцы в Конгрессе. Они называют план президента списком пожеланий либералов. Сенат Конгресса проголосовал в среду за утверждение кандидатуры Мэрика Гарланда на должность нового министра юстиции, генерального прокурора страны. Трансляция заседания велась на сайте Верхней Палаты американского законодательного органа. Гарланд в ближайшее время будет приведен к присяге. В 2016 году 44-й американский президент-демократ Барак Обама выдвигал кандидатуру Гарланда на должность члена Верховного суда. Но контролируемый в то время республиканцами Сенат фактически блокировал данное кадровое назначение по внутриполитическим соображениям. До слушаний и голосования по кандидатуре Гарланда дело тогда так и не дошло. Террористы могут воспользоваться слабой защищенностью южных границ США и проникнуть на территорию страны. Об этом заявил сенатор от штата Южная Дакота Линдси Грэм. Так передает Вашингтон Тайм. Республиканец опасается, что послабления в миграционной политике, инициированные администрацией президента Джо Байдена, могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности. По мнению законодателя, слабым пограничным контролем могут злоупотребить не только мигранты. Цитата «Экономический кризис в приграничных городах со временем перерастет в кризис национальной безопасности, потому что сегодня они дети, а завтра легко могут стать террористами», – предрек Грэм во время ток-шоу «Хеннити». По его словам, не стоит забывать о 20-й годовщине терактов 11 сентября. «Аль-Каида и исламское государство не хотели бы ничего большего, кроме как снова нанести нам удар, показать, что они все еще живы и здоровы», – отметил Грэм. «Белый дом, надо сказать, неохотно признает поток нелегальных мигрантов куманитарным кризисом, называя ситуацию на границе вызовом», – так отмечает «Вашингтон Тайм». Грэм же предупреждает, что если Байден не примет агрессивные меры по борьбе с проблемой, то худшее еще ждет впереди, как он сказал. Ранее миграционную политику Байдена раскритиковал и бывший президент Дональд Трамп. Он считает, что Америку ждет катастрофа из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов с южной границы. Трамп также заявил, что его администрация, как он сказал, раскусила мошеннические схемы с предоставлением убежища и победила контрабандистов, наркоторговцев и торговцев людьми. Я напомню, в начале марта мы об этом говорили в нашей программе, шериф из штата Аризона рассказал, что районы на границе Соединенных Штатов и Мексики стали менее безопасными, а также более открытыми для преступников после прихода демократа к власти. Было сказано о том, что в феврале через нашу границу прошли более 100 тысяч нелегалов, причем среди арестованных на границе представители банд и криминальных группировок, а также больные коронавирусом. До этого Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой, и в заявлении говорилось, что новая администрация не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе. Возвращаясь к первой нашей теме, 1 триллион 300 миллиардов долларов на различные расходы, связанные с нуждами демократической партии, Соединенные Штаты себе могут позволить, а на строительство стены не могут. Поэтому к нам приходит сегодня кто угодно, включая и больных коронавирусом, и представителей банд, различных криминальных группировок и так далее. Вот на что нас обрекают демократы, и мы все становимся заложниками этой ситуации сегодня. Хакеры получили доступ к данным примерно 150 тысяч камер наблюдения, установленных в больницах, полицейских участках и некоторых компаниях в нескольких странах, сообщает Bloomberg. Взломаны камеры от компании Verkada, которые могут управляться пользователями через интернет. С агентством связался человек, назвавший себя одним из хакеров, с агентством Bloomberg. И по данным Bloomberg, атаку провел международный хакерский коллектив, чтобы показать, как легко взломать систему видеонаблюдения. В частности, хакеры получили кадры с 222 камер на заводах и складах Tesla в Шанхае, доступ к камерам видеонаблюдения поставщика программного обеспечения CloudFair в США и Великобритании, а также с нескольких камер больниц, школ, тюрем и полицейских участков. Очередная, уже шестая по счету, бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куома обвинила его в неподобающем поведении. Об этом 9 марта сообщает Albany Times Union. Женщина заявила, что Куома непристойно прикасался к ней во время встречи в его особняке в 2020 году. Комментарии от губернатора последовали не сразу. Цитата, как я сказал на прошлой неделе, я никогда не делал несоответствующих закону действий. Так заявил Куома в ходе брифинга. Отмечается, что женщина не подавала официальную жалобу в канцелярию губернатора. О ее обвинениях адвокату Куома сообщили другие сотрудники исполнительной палаты. Информация также была передана офисом губернатора в офис генерального прокурора, который координирует расследование многочисленных уже обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против губернатора. 14 декабря бывшая советница губернатора штата Нью-Йорк Линдси Бойлан обвинила своего экс-начальника в сексуальных домогательствах, о чем написала в своем твиттер-аккаунте. Тогда она баллотировала с совет Нью-Йоркского района Манхэттен. Пресс-секретарь Куома Кейтлин Жеруар в свою очередь заявила, что в словах Бойлан просто нет правды. Однако 27 февраля еще одна бывшая советница Куома обвинила его в сексуальных домогательствах. 2 марта сообщалось, что в неподобающем поведении Куома обвинила третья женщина. По ее словам, инцидент имел место на свадьбе в Нью-Йорке в сентябре 2019 года. 6 марта к обвинениям присоединились еще две работавшие с губернатором женщины. Речь идет о бывшей помощнице пресс-службы Карен Хинтон, которая призналась, что столкнулась со слишком долгими, как она говорит, крепкими и интимными объятиями Куома в номере отеля в Лос-Анджелесе в декабре 2020 года, когда тот возглавлял Министерство жилищного строительства и городского развития США. Об этом сообщает Washington Post. Ну и еще одним новым обвинителем выступила советник по политике Анна Лис, работающая с губернатором с 2013 по 2015 год, работавшая. О его поведении она рассказала в Wall Street Journal. В 2014 году на мероприятии в Уолбане Куома назвал ее «дорогой», поцеловал в щеки и обнял за талию. Кроме того, он поинтересовался, есть ли у нее парень. 8 марта представители Республиканской партии в Законодательном собрании штата Нью-Йорк намерены были внести резолюцию об импичменте губернатору штата Эндрю Куома из-за обвинения в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах, а также из-за, как сказано, утраты доверия. Ранее 3 марта губернатор штата Нью-Йорк объявил, что не собирается оставлять свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Мультяшного скунса Пелеля Пью убрали из готовящегося сиквела фильма «Спейс Джем», об этом сообщает «Дедлайн». Персонажа, который появлялся в первой части картины и в шоу компании Warner Bros. The Looney Tunes, признали насильником. Обозреватель Нью-Йорк Таймс Чарльз Блоу заявил, что герой внес свой вклад в культуру изнасилования, мультяшный герой, так как в предыдущих проектах он слишком настойчиво добивался внимания кошки Пенелопы. В сиквеле «Спейс Джем» Пелеля Пью должен был предстать в образе бармена, который предстает к женщине и пытается поцеловать ее руку. В ответ она выливает на скунса свой напиток и дает ему пощечину. В этой же сцене персонаж признается, что кошка Пенелопа добилась запретительного приказа для него. Ранее пользователи сети поспорили по поводу груди крольчихи Лолы Банни, еще одного персонажа фильма «Спейс Джем». Причиной разногласий послужило то, что в сиквеле картины эту героиню решили сделать менее сексуализированной. И в продолжении картины героине уменьшили размер груди. Кроме того, ее изобразили в менее обтягивающей одежде. Ну, будя она, видимо, трансвеститом, никаких бы претензий ни у кого сегодня не было. Компания SpaceX получила контракт Пентагона стоимостью более 159 миллионов долларов на запах двух аппаратов для вооруженных сил США до конца 2023 финансового года. Об этом сообщило Министерство обороны США. Помимо SpaceX, контракт стоимостью более 224 миллионов долларов на запах двух аппаратов для вооруженных сил США получил традиционный партнер Пентагона для военных космических запусков компания United Launch Alliance. В октябре прошлого года SpaceX получила госконтракт Пентагона на 149 миллионов долларов в рамках программы создания спутников для слежения за запусками ракет. Планировалось, что SpaceX будет использовать свой завод по производству телекоммуникационных спутников Starlink для создания спутников широкоугольными инфракрасными сенсорами. Штат Аляска первым США разрешил вакцинацию от коронавируса для лиц 16-летнего возраста и старше. Об этом сообщил губернатор штата Майк Дан Ливи. Решение вступает в силу немедленно. Аляска станет первым штатом в стране, где разрешено получать вакцину от COVID-19 всем людям в возрасте от 16 лет. Это решение является важным шагом вперед в рамках наших усилий, которые предпринимаются, чтобы оставить вирус в прошлом. Так написал губернатор в своем твиттере. Как передает газета New York Times, для людей в возрасте 16 лет и старше в штате будет доступна вакцина компании Pfizer. А применение препарата в компании Moderna и Johnson & Johnson разрешено для людей от 18 лет. На сайте Департамента здравоохранения Аляски отмечается, что вакцина теперь доступна для людей соответствующего возраста, которые проживают или работают в штате. Всего на Аляске полностью вакцинировано около 16% населения или примерно 119 600 человек. В целом более 171 тысячи получили как минимум одну дозу препарата. По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 29 миллионов человек. Более 527 тысяч 600 скончались. Начавшаяся в декабре вакцинация продолжается. Сейчас в США для экстренной вакцинации лицензированы три вакцины. Две из них требуют двух прибивок. Дамы и господа, мы прервемся на рекламную паузу, после чего продолжим нашу программу.